О, господи, Хеллбой, такой парашей проходной оказался. Ну ничего, скоро Мстители. Финал. Какого там, 25-го числа? Чего? Премьеру Мстителей перенесли из российского фильма? Да как они опять посмели-то, гандоны? Никогда такого не было, и вот опять! Это был скетч Министерства культуры, снова переносит голливудский блокбастер из-за какого-то российского говнишка. Я не смотрел фильм Миллиард, и теперь вряд ли буду, но что-то мне подсказывает, что если русскому кино нужен такой вот костыль, как поддержка от государства, то это кино вряд ли можно назвать хорошим, и идти на него тоже не стоит. Ну а я, Денис Оптимистер, вчера специально ездил в соседнюю страну, в Финляндию, чтобы попасть-таки на премьеру Мстителей. Сейчас примерно 5.15 утра, и сегодня я еду в Финляндию, в город Котка, чтобы посмотреть «Мстители» и избавить себя от спойлеров. Билет на московский кинофестиваль получить сложновато, причем, ну, я не настолько успешен и популярен, чтобы вы мне дали, но вот гонять в Финляндию из Петербурга можно даже дешевле, чем в Москву. Для меня этот челлендж с поездкой в Финляндию, на премьеру «Мстителей» начался с шутки в твиттере у Кисимяки, где она сказала, чтобы ей не спойлери фильм, а я взял и предложил из серии Вика, а почему бы не поехать в Финляндию, не смотреть это кино там, где премьера будет, как у всех нормальных людей, 24-го числа. Вика сказала, что это звучит как план, но в итоге мы поехали в разные города, она поехала в Лабиранту, а я поехала в город Котка к своей подруге, к Жене Кундозёровой, которая меня встретила, показала город и как раз-таки отвела кинотеатр. Hello, Optimata! И давайте по порядку, я не собираюсь так делать постоянно, но в данный момент это было то исключение, на которое я готов был пойти. Я небольшой фанат франшизы Marvel, но тем не менее я все фильмы смотрел, в курсе всего, что происходит. Это кинособытие, как «Мстители» финала, я просто не мог пропустить, и я хотел поскорее это увидеть, в том числе, чтобы избежать спойлеров, хотя спойлеров я особо не боюсь, но в данном случае вот абсолютно исключительное дело, мне действительно хотелось увидеть все самому. Итак, что я сделал, чтобы посмотреть «Мстителей» в другой стране? Первый шаг – я купил билет. Билет я купил на автобус, так называемый «Люкс-экспресс». Дведь часов, дорога заняла, в общем, была неутомительная, в автобусе был Wi-Fi и бесплатный кофеёк, так что даже как-то спать перехотелось, несмотря на то, что встала сегодня в 4 утра. Билет стоит 1400 в один конец, и обратно стоило 1100, по-моему, для меня, но я уезжал утром следующего дня. Если вы хотите посмотреть фильм «Съездить одним днём», такое тоже возможно, билеты будут стоить примерно тех же денег. Ну, то есть, условно, поездка чисто на автобусе вам обойдётся где-то в 2500 рублей. Но это всё ещё дешевле, чем доехать, например, из Питера в Москву, до непосредственно острова Котка, на котором находится кинотеатр. Стоит доехать 3,5 евро на обычном автобусе, автобус номер один. Легко запомнить. А спонсором моего такого спонтанного путешествия в Финляндию на Премьером Ситиле является сайт «Все майки.ру». Именно там я приобрёл вот эту замечательную футболку из официальной коллекции Marvel и создал предыдущую футболку с логотипом Венома. Так что пользуйтесь редактором, заказывайте майки из официальных коллекций. И не только майки, пледы, кружки, подушки, что хотите. «Все майки.ру». Пользуйтесь моим промокодом, не забывайте. И путешествуйте, ломайте систему. Далее. Спасибо ещё раз Жене Кундазёрову, что показала мне местный кинотеатр. В кинотеатре билеты стоили 12 евро в тот момент. Но вообще билеты в этом кинотеатре, вот по этой улице, ссылочка, не ссылочка, здесь вот надпись, стоят от 8, по-моему, до 14 евро. И вот на «Мстителей» в 2D формате билет стоил 12 евро, что, в принципе, дороговато, конечно, но такие вот европейские цены. Зато там, по-моему, можно было взять бесплатный кофеёк. Я не брал, но там был столик, на котором были чашки и кофейная машина, которой можно было воспользоваться. Люди, я видел, пользовались, уходили в зал, просто взяв с собой кружку кофе. Да, финны помешаны на кофепите, и они так делают. В общем, ура! Посмотрели мы фильм. «Мстители» хороши. Я не скажу, что это прям что-то невероятно удивительное, но, не, в общем-то, да, скажем, потому что первые впечатления такие, что мы шли к этому 11 лет и изучали всю эту вселенную, и она так логично закрывает очередной этап. Это очень круто. Я обязательно сделаю полноценный ролик об этом, а пока что первые впечатления исключительно положительные. Круто, что всё так закончилось. Конечно, там есть какие-то сюжетные дырочки, но мне очень понравилось. Действительно, это событие, которое, не знаю, будет ли ещё подобное что-нибудь в моей жизни, такой масштабный, дорогой киносериал, который все будут смотреть с таким интересом. Кино, если придираться к нему и разбирать, конечно, странное, но как событие, как кинособытие, как вот эпичный блокбастер, это очень круто. Кстати, смотрел это кино на языке оригинала, то есть на английском языке. Он шёл с финскими и шведскими, по-моему, субтитрами, если я ничего не путаю. И это была уникальная возможность прокачать язык, потому что я, повторюсь, я, по-моему, говорил уже не раз, что английский в школе я не изучал. У нас было на выбор только немецкий и французский. Кому это вообще надо? Но, тем не менее, учу его сейчас. И это была уникальная возможность лишний раз прослушать речь и как-то напрячься. Ну, но в любом случае, я этот фильм ещё пересмотрю. Свой первичный интерес, что там в основном происходит, я удовлетворил. Мне очень понравилось. Опять же, если вы едете одним днём в Финляндию и захотите покушать в городе Котка, там есть замечательное место вот по этому адресу. Здесь опять всплыло всё. Это в торговом центре. Это местный азиатский ресторан. Там шведский стол за 11 евро, то есть 800 рублей. Шведский стол с суши, роллами, китайской лапшой и кучей других блюд. То есть вы можете облопаться буквально до пуза за 11 евро. У нас, по-моему, жирный такой, даже не особо, такой большой сушный сет. Сет роллов стоит гораздо дороже, чем там. Вот вчера действительно удалось покушать. И можно ещё выпить кофе, лимонад, что ты хочешь. Можно даже с собой взять. В этом же торговом центре есть и другие заведения. Если вы не любите азиатскую кухню, там за те же самые 11 евро есть другие места, где можете также купить себе просто шведский стол. Вариантов масса. Опять же, по этому вот адресу. Но, кстати, поторопитесь, если фильм закончится поздно, по-моему, эти шведские столы работают до 5 или 6 часов. А азиатский ресторан закрывается и того раньше. Я, если честно, не знаю точно во сколько, но лучше там всё-таки отобедать, а потом уже идти по своим делам, там кино смотреть. Помимо «Мстителей», я посмотрел на город. Мне там очень понравилось. Я хочу теперь туда обязательно вернуться. Я прям жду ещё повода теперь, что бы ещё у нас в России запретят, чтобы скорее съездить в Котку и посмотреть опять детальнее, изучить этот город. Потому что мне очень понравилось. Там всё есть для людей, даже какие-то индустриальные местечки. Они оборудованы очень круто. Там уличные искусства на каждом шагу Рокита, интересные визуальные приблуды, граффити. Очень в большом количестве, очень красивые граффити. Очень разнообразные граффити. Мне очень понравилось. Вообще город такой очень ламповый. Горы, холмы, рядом море, порт. Прекрасно. Свежий воздух, батуты прям-таки на пляже. Смотрите, ребят, эту преску рисовала одна неизвестная финская художница Ту Виенсен. Просто находится в университетской столовой. Знаете, вот пришёл в ПТУ, а у тебя на стене Ту Виенсен нарисовала. Потрясающе. Спасибо. История такая. Здесь был нарисован мумик когда-то. Но потом делали ремонт и его повредили. А где он нарисован? Я не знаю. Непонятно, где он был нарисован. Я не нашла ни одной фотки с мумиком. Его при ремонте, но ещё давно повредили. И потом уже не смогли восстановить. И он сразу стёрся. Прикиньте, как обидел. Да вообще. Ну, слушай, всё равно такая-то рука приложила. Это как его назвать? Это ПТУ или что? Это как будто бы техникум. Техникум, ну да. Это среднее образование. Учага. Ну да, рука. Финская. Финская Учага. Ну вот, в общем-то, такой вот краткий мануал о том, как можно сгонять по-быстрому в Финляндию за небольшие деньги. Я считаю, что Мстители – это абсолютно тот фильм, ради которого стоило съездить в другую страну и посмотреть его там. Потому что к этому событию мы шли 11 лет. Только вдумайте. Таким образом, я обогатил не только косу Мстителей, но и другую страну. Съездив в нее, потратив деньги опять же. И я считаю, правильно. Потому что пока наш Минкуль занимается тем, что переносит фильмы, херня какая-то, ваше барахло не будет собирать столько же денег, сколько голливудские блокбастеры, пока вы не научитесь снимать его так же, как голливудские блокбастеры. Я ничего не имею против русского кино, но мне очень стыдно, когда такая херня вот происходит. Мне стыдно перед зрителями, перед которыми я опять же защищаю постоянно это русское кино. И вот этим видео я хочу вам сказать, что вообще-то путешествовать, это здорово и весело. И если у вас есть виза за грандпаспорт, это перед вами абсолютно стирает границы, потому что вы можете в любой момент поехать в другую страну, посмотреть там просто кино, если вы хотите, если вы очень хотите. Я не призываю заниматься этим каждый день, потому что это действительно стоит денег. Но определенно, когда есть такие возможности, когда мир практически открыт для вас, глупо такие возможности упускать. Обязательно пользуйтесь этим, обязательно путешествуйте обязательно расширяйте кругозор и идите к своим целям. Вот у меня была цель, дурацкая цель посмотреть кино про Мстюнов. И это было круто, я получил удовольствие. Я сижу сейчас такой довольный ряхой, мне и путешествие было классное, и фильм удался вполне себе. Я счастлив. И да, если вы живете в Перми, то обязательно приходите 5 мая на фестиваль Паникомикс, где я буду в компании своих друзей, комиксистов и художников и, надеюсь, в вашей компании. Привезу свои комиксы, последние экземпляры шапочки привезу, дальше шапочка будет только книга, я привезу последний сингл, коллекционный для вас. И приходите, обязательно приходите. С вами был Денис Аптимистер, надеюсь, вам действительно зашло это видео, вы воспользуетесь им как примером, будете больше путешествовать, смотреть кино и двигаться к целям. Двигаться к целям – это самый главный посыл этого видоса. Если позволите, я почаще буду снимать вот такой вот живой формат, учусь разговаривать более открыто, ну и вообще мне очень нравится с вами делиться какой-то такой актуальной инфой, эмоциями. Все, давайте, всех люблю, всем пока.